Ждал отправительства в ответ. В общем, давай, раскрывай свои карты. В Штаты там практику проведу. Вы всегда можете на нас положиться. Сейчас всех интересует Wi-Fi. Друзья, всем привет, с вами Антон. Я напоминаю, что я являюсь представителем компании iCharm Group в Варшаве. И с вами уже, как вы увидели, мы сейчас находимся возле галереи Веленской. На самом деле мы не возле галереи Веленской, а здесь также расположен дворжес Веленский. Это вокзал, куда приходят поезда. И сейчас мы ожидаем Рамиля. Рамиль приехал из Кыргызстана. Мы сейчас ему должны передать документы. И он поедет дальше в город Млаву на другую вакансию, которую мы ему подобрали. То есть не на другую вакансию, а на вакансию, которую мы ему подобрали. Оператор сухофруктов. Надеюсь, Рамиль не сильно устал. И немножко мы его помучаем с вопросами. Рамиль, привет. Присоединяйся. Привет, привет. Привет. Устал? Ну, нормально. Поел, поспал. Нормально. А поезд хороший, удобный, комфортный? Да, с Wi-Fi все нормально. Ты же на поезде ехал, правильно? Да. Wi-Fi был? Да, был. А что сейчас еще надо, правильно? Сейчас всех интересует Wi-Fi. Хорошо. Пойдем, может, в другое место, а то здесь очень громко. И, может, тебе что-то еще купишь? Тебе еще что-то надо купить? Да нет, нормально все. Хорошо, пошли. Каковы твои ощущения? Ты только приехал, устал, не устал? Какие планы, какие перспективы, какие цели, амбиции? К чему хочешь прийти, чего хочешь добиться? В общем, давай, раскрывай свои карты. Хорошо. Ну, чуть устал, спать хочется. Посплю, думаю, завтра с вами свяжусь, пойду. Планы на будущее, так, сейчас подработать. Потом через годик поехать за границу еще раз. А куда ты хочешь вернуться, а потом еще раз сюда приехать или уже в другую страну дальше хочешь куда поехать? Ну, наверное, уже в другую страну. То есть ты отсюда хочешь сразу же поехать? Да, в Штаты там практику проведу. Дальше посмотрим. Хорошо, скажи, пожалуйста, по документам легко все получилось открыть? Ну, да. Ошибок не было в документах. Хорошо. Сколько ждал примерно месяца, два? Ждал отправительства в ответ полтора месяца. Потом зашел на визу и 14 дней ждал без саму визу. Хорошо. Хорошо. А скажи, пожалуйста, карантин 10 дней будет уже проходить туда, куда приедешь сейчас, правильно? Да, да, в хостеле. А ты там и проживать будешь? Нет. Что, будешь что-то снимать? Да. Что хочешь? Смираюсь, ну, квартиру. А ты с друзьями здесь или как-то? Сам. А, сам будешь? Хорошо, молодец. Друзья. А если вы заблудились и вам с вокзала надо куда-то доехать, допустим, до хостела, как сейчас Рамиль поедет, мы сейчас себе скачаем очень хорошее приложение. Очень удобное. Ягдояды называется. Сейчас немножко запишем для вас видео и покажем, как им пользоваться. Собственно, так выглядит приложение Ягдояды. Ваше месторасположение определяет. Вводите адрес, какой вам нужен. Можно выбрать польский язык, можно выбрать русский и английский. В общем, какой вы захотите. Допустим, вот выбираем адрес, куда нам надо доехать. Если вам надо что-то поменять, вы, допустим, там не любите, хотите только на метро или там не любите трамваи, поезда только хотите там или автобусы, выбирайте то, что вы любите, то, что не любите. Нажимаем выбрать. А если же вам, допустим, надо, это не сейчас, а надо приехать там через час, то же самое время, какое выбрали, подстроились, опять же выбрали, все. Ну и жмем дальше. Как видите, нам высвечивают все удобные варианты. И можно вот метро, автобусом, то есть, как видите, опять же, куча вариантов. Это говорит о том, что можно в Польше ездить так, как вы хотите, так, как вам надо. Очень удобные транспортные сообщения. Транспорт ходит очень часто, очень быстро. Приложение очень хорош, рекомендую. Приложение называется Як-до-яды. Мы успели с той стороны снять деньги, с этой стороны мы Рамилю подключили сим-карту, у тебя есть интернет, у тебя есть приложение, а теперь ты можешь не переживать. Осталось Рамилю пойти перекусить. С нашей стороны мы все обязательства выполнили, я тебе документы передал, но мы всегда с тобой на связи. Рамиль, пожелай, пожалуйста, какие-то пожелания ребятам, чтобы они приезжали к нам. Еще раз спасибо большое за это все. Ну, хочу сказать вам, не бойтесь, следите за своей целью, добивайтесь своей цели. Вот и все. Все просто? Все просто, ребята. Мы вас ждем, приезжайте к нам, мы поможем вам найти работу, мы поможем осуществить вашу мечту, вы всегда можете на нас положиться. Всем до скорых встреч, всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok